Меня зовут Лебедев Андрей Юрьевич и сегодня мы с вами проводим вебинар, посвященный изменениям, которые произошли в ресурсных спецификациях в версии 1SARP 2.5. В частности, я буду сейчас вам показывать все в версии 2.5.3. Маленькая преамбула. Я думаю, что все вы понимаете, что это такое. Ресурсная спецификация – это важнейшая НСИ, нормативно-справочная информация, которая есть в блоке производства. Именно ресурсная спецификация позволяет нам заранее определить, как будет протекать производственный процесс, что там в этом производственном процессе будет происходить, какие материалы будут использоваться, какие работы будут выполняться, которые потом будут оплачиваться. Ресурсные спецификации были и в предыдущих версиях, но вот теперь, когда появилась версия 2.5 с прочими знаками после точки, мы можем сказать, что все версии ресурсной спецификации, которые были в предыдущих вариантах 1SARP, они все относились к одному типу. К типу изготовления сборка. То есть, общая логика ресурсной спецификации. Давайте мы с вами откроем эту самую ресурсную спецификацию. Общая логика – это ресурсная спецификация, она, по сути дела, следующая. У нас есть какая-то номенклатурная позиция, мы расходуем какие-то материалы работы, мы расходуем какие-то трудозатраты, у нас есть какие-то этапы производства, есть у нас производство, естественно, многоэтапное. А вот, соответственно, на этапах производства мы можем там давать какое-то дополнительное нормирование, связанное с использованием оборудования, то, что называется рабочая цель. Вот. То есть, у нас есть какие-то исходные ТНЦ и у нас есть итоговые ТНЦ. Вот это сборка. Причем, даже в варианте сборка, отметим это специально, и раньше существовал вариант, который, кстати говоря, входил и в задачи сертификационного экзамена 1SARP специалист. Производиться может не одна номенклатура, а целый список. То есть, у нас может быть несколько позиций на входе, у нас может быть несколько позиций на выходе. Вот это то, что у нас было и раньше. Что сейчас добавилось? Сейчас у нас добавилось еще два типа спецификации, и когда вы нажимаете вот эту вот кнопку «Создать», вы эти два типа видите. Тип спецификации «Ремонт» и тип спецификации «Разборка-утилизация». Чем они отличаются? Мы с вами в рамках данного вебинара остановимся на двух моментах. Во-первых, существует не очень значительное отличие в наборе табличных частей, доступных в этих спецификациях. В чем состоит отличие? Ну, давайте сначала посмотрим ремонт. У вас в ремонте есть ремонтируемое изделие, у вас есть материалы работы, но у вас нет никакого выходного изделия. То есть, вы что-то берете на входе, какое-то там входное изделие, что-то вы к нему можете добавить, но на выходе вы получите то же самое ремонтируемое изделие. Отличий тут никаких не будет. Что-то там побочное, там какие-то отходы, остатки, да, они могут иметь место и в ресурсной спецификации типа «Ремонт» есть закладка «Побочный промежуточный выход» точно такая же, как и в спецификации типа «Изготовление изделия». Ну, это вполне логично, потому что если у нас идет ремонт, что у нас было, то у нас остается, просто мы с этим выполнили какие-то изделия. Спецификация типа «Разборка-утилизация». Спецификация типа «Разборка-утилизация» всегда имеет только одно выходное разбираемое изделие. На входе у нас вот это вот изделие, никакого списка тут не будет. У нас могут к этому выходному изделию добавиться какие-то материалы работы, то есть что-то там дополнительное мы можем использовать. И у нас всегда будет какой-то выход, то есть у нас будет в итоге получим какой-то перечень номенклатурных позиций. Вот, причем обратите внимание, здесь сделали общую закладочку, здесь вы можете увидеть и изделие по рассчитываемой стоимости, и изделие по фиксированной стоимости. То есть программа у нас возьмет себе стоимость разбираемого изделия, добавит материалы работы, и добавит трудозатраты, постатейные расходы, и потом из получившейся суммы она вычтет то, что касается выхода по фиксированной стоимости, а оставшуюся сумму она распределит между изделиями по рассчитыванию стоимости. Ну, это тоже, в общем-то, соответствует базовой логике. Разбираем мы что-то, потом разбираем детали, которые мы получили в итоге. Мы приходим на склад. Вот это вот первый момент, значит, на который стоит обратить внимание. Логика здесь вполне разумная, и тут естественный вопрос, который возникает очень часто при использовании, когда встает вопрос об использовании этой ресурсной спецификации. Но у нас же есть разборка, которая оформляется складскими документами. У нас же есть операция сборки-разборки на складе. Почему нам нельзя сделать просто разборку? Да, конечно, можно пойти таким путем и вместо производственной операции разборки вы можете осуществить складскую операцию разборки. Да, пожалуйста, можете сделать так. Но с той же самой справедливостью мы можем сказать, что мы производственную операцию можем оформить с помощью сборки. То есть мы можем не производить, а мы можем просто из комплектующих собрать готовые изделия. Да, пожалуйста, можно и так, но не надо забывать, что в этом случае мы, естественно, теряем целый ряд моментов, связанных с пункциями программы, которые присущи именно производственному блоку. Это затраты, это статейные расходы, планирование, которое здесь доступно и так далее. Так, значит, ремонтированное изделие может быть ТМЦ. Да, ремонтированное изделие – это обязательно ТМЦ. Оно должно быть на складе. Из чего будет складываться себестоимость ремонтированного изделия? Значит, Наталья, все то же самое, вот то, что я говорил, ремонтируемое изделие будет складываться из-за собственной себестоимости исходного изделия, плюс израсходуемые материалы, плюс работа по проведению ремонта, плюс какие-то постатейные расходы, которые вы распределите на данную операцию. Я понимаю, что здесь возможны определенные моменты, связанные с определенным недоумением, связанные с тем, что у нас ремонтируемое изделие получится в итоге дороже, чем исходное. Ну, вообще-то говоря, да, это именно так. И если вы сталкивались с таможенной практикой, да, там, когда проводится бесплатный ремонт, там, за границей таможня, доначисляет таможенную стоимость на сумму, проводится платный ремонт, на сумму этого платного ремонта. Значит, так, вопрос. Применимо к ремонту товара на хранение? Наталья, честно говоря, не знаю, я не проверял, теоретически это должно работать, а вот там просто аналитика будет немножко другая. Ремонт, замена деталей и снятую деталь вернуть на склад можно? Ну да, конечно, можно. Так это все и происходит. Так, вполне резонное замечание, что интереснее, конечно, смотреть заполненную спецификацию. Я начал с пустой, чтобы пояснить просто состав, который там есть. А теперь посмотрите заполненную. И мы с вами сейчас попробуем разобрать ряд дополнительных моментов, связанных с особенностями вот этих трех спецификаций. Значит, для начала давайте мы с вами посмотрим спецификацию вот этого. Вот, это спецификация на сборку, изготовление, просто для того, чтобы вам было проще сравнивать. Ну, вот, смотрите. Так, наверное, даже с варианта 2 лучше начать. Значит, что происходит с спецификацией здесь? Давайте посмотрим. Значит, здесь у нас в спецификации используются три компонента. Лак мебельный, столешница, ножка столька кофейного. Причем столешница и ножка столька кофейного производятся по отдельным спецификациям. Вот, нас сейчас будет в первую очередь интересовать вот эта вот настройка, способ получения материала. Она у нас будет достаточно своеобразна. Значит, вы видите, что способ получения материала у нас может быть обеспечивать, обеспечивать обособленно. Это значит, что он откуда-то должен поступить на склад. А можно его произвести по отдельной спецификации или получить с этапа. Значит, если мы производим по отдельной спецификации, то в этом случае у нас программа автоматически обратится вот к этой спецификации. Вот, и запустит этапы, соответствующие этой спецификации. Вот такая вот верная у нас спецификация получилась. Это первый подход. Второй. Посмотрим вот эту спецификацию. В принципе, она точно такая же. Но, смотрим, на материалы работы в этой спецификации, мы увидим, что здесь у нас стоит не произвести по спецификации, а получить с этапа. Что это значит? Предыдущая спецификация была одноэтапной. А вот здесь у нас три этапа. Изготовление столешницы, изготовление ножек, сборка и лакеров. Причем, на этапе изготовления столешницы, происходит побочный выпуск, ну, как бы побочный, промежуточный выпуск. Столешницы, на этапе два, происходит промежуточный выпуск ножек. Давайте покажем. Вот. Значит, с этих этапов, у нас товары поступают на склад, они поступают по фиксированной стоимости, и далее они же будут использоваться при производстве на последнем этапе. То есть, вот с этим промежуточным выпуском можем мы поступить и вот таким образом. Причем, обращаю ваше внимание, опять же, если кто-то собирается сдавать соответствующий сертификационный экзамен, там такое задание тоже бывает, когда там полуфабрикат выпускается по какой-то фиксированной стоимости. Так. Значит, давайте, наверное, посмотрим, как это выглядит, и после этого сравним это с ресурсными спецификациями на ремонт и на разборку. Итак, давайте мы создадим заказ на производство. Создаем заказ. Заказ у нас будет Реон. Подразделение диспетчера. Давайте вот эту вводим. Так. Собственное производство, продукция, добавляем. Продукция у нас будет столик кофейная. Сосна. Количество 10 штук. Давайте поставим. Получатель. Давайте поставим основной склад. Вроде бы все. По умолчанию поставлен спецификацию столик кофейный. Вариант 2. Ну и поставим там 31 декабря. Так. к производству. Мы не будем с вами доводить все производственные моменты до самого конца. нам вполне достаточно сформировать этапы и посмотреть какой эффект это даст. Как программа построит всю схему выпуска. через какой склад кладовую. Значит, вот, ну, давайте я отвечу на этот вопрос. Вот наш заказ. Я формирую этапы производства. График не будем рассчитывать, ничего не будем делать, просто сформируем этапы. Ну, вот, смотрите, у нас сформировалось три этапа. Последний, третий этап, сборка и лакировка. Давайте посмотрим. Значит, пока открывается, ну, в принципе, вы любой склад можете использовать в производстве. Отличие к ладовой, оно состоит в том, что вам в производстве не надо будет делать материальные операции, связанные с получением ТМЦ, передачи ТМЦ на склад. Это сразу этап будет делать. Есть еще одна особенность, вот, это акции сборки-разборки, они в кладовой работать не будут. Вот это тоже, наверное. Так, значит, ну что, здесь вполне все прогнозируемо. Значит, на этом этапе требуется обеспечение лаком мебельным, требуется столешница, ножка стола кофейного, производится выпуск. Работа идет по спецификации столик кофейный сосна, вариант 2. Вот эти вот два этапа, ну, они, в общем-то, будут аналогичны. Здесь у нас идет, используется древесина, выпускается столешница, и, смотрите, у нас идет уже работа по связанной спецификации столешницы лаком. Что изменится в том случае, если мы с вами поменяем спецификацию? Давайте мы это сделаем. Так, заказу на производство. Копируем. И изменим спецификацию. Так, вот у нас вариант 1. Производство. И формируем этапы. Сформировались. Смотрим диспетчирование. Вот. Значит, здесь у нас вроде бы появились те же самые 3 этапа. Давайте посмотрим, какие отличия. Значит, здесь, в принципе, все то же самое. Используется лак столешницы и ножка стола кофейного, выпускается столик кофейный. А вот здесь работа идет по основной спецификации. Используется древесина. Осуществляется выпуск, но обратите внимание, выпуск идет по фиксированной стоимости. И стоимость эту нам надо здесь будет указать явным образом. Она не будет зависеть от того, что мы использовали, от стоимости вот этой древесины. Учитываться вот этот вот полуфабрикат, который появится на складе, будет по той цене, которую мы укажем здесь. По умолчанию там проставляется определенный вид цены, но вы, в принципе, его можете редактировать. По умолчанию там используется плановая цена. Та цена, которую вы установили в настройках производства... Значит, Наталья, нет. Вот в данном случае нет. В данном случае, в данном случае речь идет о полуфабрикате, который выпускается по фиксированной стоимости. Расходы там будут одни, а фиксированная стоимость, по которой он будет учитываться, другая. Но потом, когда этот полуфабрикат будет использован в производстве готового изделия, разница будет учтена. И еще раз повторяю, такая задача есть на дизайнерах. Так, значит, вот производственные затраты. Вот. По умолчанию устанавливается для выпуска полуфабриката вот это вот плановое. Так, пока понятно. Давайте посмотрим, что будет у нас с ремонтом. Ну, даже, наверное, давайте сначала мы разберемся с вами с разборкой, потому что, ну, как бы это чуть проще. Так, идем в ресурсные спецификации и открываем. Значит, вот у меня есть разборка верстака столярного. Это производная спецификация без стисков. И разборка верстака столярного. Давайте откроем. Значит, ну вот, смотрите. У нас на входе верстак столярный. Никаких материалов и работ не используется. И на выходе у нас два варианта. У нас выпускаются тиски по фиксированной стоимости и, собственно, верстак столярный без тисков, который, в свою очередь, разбирается по спецификации. Причем, обратите внимание, что побочный выпуск тоже может быть разобран. Разница между вот этим списком и вот этим списком состоит в том, что для вот этих вот пунктов себестоимость будет рассчитываться. А для этих себестоимость выпуска будет фиксирована. Так, материалы работы, ну, тут каких-то особенностей нету. Мы можем попытаться добавить, но здесь вы видите практически все то же самое. Значит, это будет работать практически так же, как и случилось с обычным работой. Давайте, значит, посмотрим. Вот это вот я установлю статус здесь. Значит, посмотрим вот эту спецификацию. Значит, обратите внимание, здесь мы используем масло смазочное, и здесь у нас три позиции на выход. Попробуем создать соответствующий заказ. Разборка, разбираем на неделе верстак столярный. Давайте одну штуку поставим. И выбирается по спецификации разборка верстака столярного. Правильное слово. И идем в управление очередью. И формируем этапы. Стоимость сексируется, да. Так, значит, смотрим, какие этапы сформированы. Два этапа. Значит, первый этап. Демонтаж тисков. В ходе этого этапа у нас используется верстак столярный, выпускается верстак столярный без тисков и киски верстака столярного. Для тисков верстака столярного мы должны будем указать цену, по которой они приходят. Второй этап, разборка верстака. Используется верстак столярный без тисков, используется масло смазочное, выпускаются три компонента. Они все рассчитываемые промежуточного выпуска. Ну, вот это вот разборка. И теперь у нас еще остается ремонт. Значит, с ремонтом у нас следующий набор. Посмотрим ресурсную спецификацию. Значит, вот у нас спецификация ремонт верстака столярного. Значит, как это устроено? Мы, значит, у нас есть верстак столярный на отходе, у нас есть верстак столярный на выходе. Это как бы неизменно. При этом мы в ходе ремонта используем раствор для восстановления лакового покрытия. Этот раствор мы должны произвести. Этот раствор будет произведен в рамках второго этапа. Будет использован в рамках второго этапа. И, значит, третий этап – киски верстака столярного. Причем, откуда у нас берутся эти киски? Они у нас... Давайте посмотрим. Они у нас получаются с этапа номер один – демонтаж кисков. А потом используются в этапе номер три. Смотрите. У нас три этапа. Сначала мы отламываем киски от верстака. Потом мы что-то делаем с кисками по спецификации. Верстак мы лачим заранее произведенным раствором. А потом прикручиваем тиски назад. Вот такой у нас ремонтный процесс. И тиски, они у нас фиксируются как промежуточный выход. Как полуфабрикат своего рода. Значит, смазка тисков – это у нас отдельная этапа. Равно как и изготовление раствора для восстановления лакового покрытия. Давайте мы с вами установим статус «Действует» для этой спецификации. И попробуем опять сделать заказ на производство. Так, заказы на производство. Копируем. Ремонт. Верстак столярный. Ремонт верстака столярного. Всё нормально. Желаем дата. Так, производство провести и закрыть. Идём в диспетчирование этапов. Идём в управление очередью заказов. Вот у нас заказ появился. Открываем. То есть, формируем этапы. И идём в диспетчирование. Значит, смотрите, у нас появилось аж пять этапов. Значит, первый этап. Мы делаем раствор. Этот этап относится к варианту, к спецификации раствора для восстановления лакового покрытия. И там у нас идёт изготовление сборка. Мы берём лакмебельный отвердитель и выпускаем раствор. Это вот такой у нас вспомогательный этап, который по отдельной связанной спецификации произведёт. Дальше у нас идёт, собственно, наш этап по нашей основной спецификации. Это демонтаж кисков. Что у нас здесь происходит? У нас берётся верстак столярный. У нас выпускаются кисти верстака столярного. То есть, они у нас появляются как отдельную сущность. Далее. По той же спецификации ремонта верстака столярного, мы, используя раствор для восстановления лака, лачим верстак, лачим основное изделие. По снятым тискам мы проводим отдельную манипуляцию, тоже по отдельной спецификации. Используя тиски и масло смазочное, мы выпускаем новые тиски. И потом у нас идёт обратная сборка. На входе у нас тиски верстака столярного, на выходе у нас верстак столярный. Разумевается, что к нему привинчены тиски. Предупреждаю вопрос. Да, мы могли бы явным образом задать, что у нас после разборки получается верстак столярный без тисков и тиски. И с верстаком столярным без тисков тоже проделываются манипуляции, а потом идёт сборка обратно. Но я хотел показать вам оба варианта. И так можно, и так можно. Ну, вот, в общем-то, я вам рассказал о всех особенностях, которые связаны с новыми видами ресурсной спецификации. Какие вопросы у вас возникли? Давайте посмотрим. Значит, ну, если неизвестна глубина, я бы посоветовал делать несколько вариантных ресурсных спецификаций. Вот, с разной степенью глубины разборки. Либо, значит, делать отдельные спецификации на каждый этап разборки и принимать отдельное решение по каждому этапу. Ну, здесь, в общем-то, та же самая история, что и со сборкой. Где указывается вид цены для фиксированной стоимости полуфабрикатов? НСА, администрирование, производство, производственные затраты. Вот здесь вы должны установить вид цены, плановые цены продукции и отходов. Плановая цена. Значит, это плановая цена, это обычный вид цены, который задаётся в разделе CRM и маркетинг. Настройки и справочники. Виды цен. То есть, вот здесь, в этом справочнике вы должны создать соответствующую цену и потом, естественно, провести ценообразование. То есть, вид цены – это только правило ценообразования, а в циферках это надо будет посчитать. Причём, обратите, пожалуйста, внимание, что цена, которую вы хотите использовать как плановая, у неё обязательно должна стоять вот эта галочка. Вы должны указать, что она используется в качестве плановой себестоимости полуфабрикатов и продукции. Эта плановая цена, она очень часто используется, вот помимо того, что я показал для полуфабрикатов, например, при выпуске отходов. Если у вас появляются какие-то там опилки, обрезки, и вы собираетесь учитывать как-то или где-то ещё использовать в процессе. Вот здесь тоже используется вот эта плановая цена. Она же используется при создании вот этого вот документа «Плановая калькуляция». Там тоже будет использоваться плановая цена. Если вы оказываете клиенту услугу по ремонту, вы можете ему просто продать услугу. Если вы полагаете, что у неё нет себестоимости, если вы хотите сформировать какую-то себестоимость вашего ремонта, то вы должны выпустить работу. Вы должны выпустить работу, ремонт чего-то там. И для работы себестоимость в программе может быть сформирована. Вот всё. Она формируется точно таким же документом производства. Просто производите вы не материально что-то, а производите работу. Ну, здесь немножечко другое подразумевается. Если у вас и не такая ситуация, то вам нужна обычная спецификация изготовления-сборка. То есть вы сначала изготавливаете работу, а потом её поддаёте. Здесь не ремонт как таковой. Да, это внутренний ремонт. В принципе, ну, это как-то можно ввязать с коммерческим процессом. То есть тогда вы должны принимать по определённой себестоимости ТМЦ, потом вы его ремонтируете, потом вы его как бы продаёте назад. Можно вот так вот. Как это будет работать с забалансовыми мат-ценностями, вот не отвечу, честно говоря, я это не проверял. По идее, должно работать, а по факту не надо смотреть. Да, я понимаю, что речь идёт о забалансе, но, понимаете, по идее, то, что вот делается здесь, это же чисто оперативный контур. Как он отражается на статьях бухучёта, это вопрос второй. По идее, это должно работать. Но я не проверял, я просто вот ручками это в базе не делал. Поэтому в базе всё наврать. Я бы рекомендовал просто сделать приёмку вот чего-то такого на склад, на ответственное хранение, такая операция есть, поменять, потом вернуть, смотреть, что будет. Так, какие ещё вопросы остались у нас? Наверное, я ещё подчеркну, что речь идёт именно о том, что лежит на складе. Если речь идёт о оборудовании, которое у вас стоит и учитывается как основное средство, это совсем другая история. Значит, данная ситуация никак не относится. Ну что, в принципе, мы разобрали вопрос. Сейчас, на самом деле, я пытаюсь написать руководство по производственному планированию версии 2.5. Там есть очень много тонких моментов. Ну, например, вот вы, я не знаю, заметили или нет. Теперь у ресурсных спецификаций нет понятия основная. То есть раньше мы могли её установить, вот такой статус, теперь этого статуса нет. Но есть достаточно сложные правила для того, чтобы определить, какая конкретная спецификация будет работать в данном конкретном случае. В ряду параметров можно назначать приоритеты. Вот такое, например, изменение. То есть немного расширенные возможности, связанные с параметризацией. Можно создать одну спецификацию сразу на вид номенклатуры. То есть в 2.5 появляется много интересных моментов. Поэтому следите за расписанием вебинаров. Я думаю, мы всё это в вебинарах покажем. Остатки на кладовой без аналогов ЦНЦ. Но я такого отчёта не знаю. Составить такой отчёт, конечно, можно. Но здесь тоже надо помнить, что в данной версии функционал аналогов был расширен. И аналоги могут применяться очень причудливо и доступны быть далеко не везде. То есть, возможно, там аналог, который работает в рамках одной спецификации, в рамках одного подразделения. Поэтому здесь ещё надо понимать, что именно вы хотите увидеть. А, при нажатии обеспечения на этапе, ну, нет, не готов ответить. Не видел я такого. Она показывает вам по каждой позиции возможность замены. Там есть соответствующая кнопка. Я думаю, вы её знаете прекрасно. Но автоматом варианты, насколько я знаю, нет. Так, ну чё, проговорили. Рад был вас всех видеть. Если вопросов больше нету, спасибо за внимание. Наталья, отдельное вам спасибо за активное участие в процессе. Жду вас ещё. Обязательно, если вас интересует какая-то тематика, обязательно, пожалуйста, пишите менеджерам. Мы постараемся сделать вебинар, соответствующий вашим вопросам.